Кан, который вы передадите внукам как наследство, и он прослужит еще много лет после этого. Это бесшовный котелок от Сплав. Приветствую вас, с вами компания Сплав, меня зовут Сергей Голубев, я гид и организатор путешествий, а также я обожаю готовить в походах и на природе. Сегодня я расскажу вам про интересную новинку от Сплава. Это бесшовные каны в трех объемах. 2,1, 3,3, 4,5 литра. Главное отличие этих красавцев от дальних родственников – это отсутствие швов. Котлы производятся методом штамповки. Это исключает распайку по швам, увеличивает прочность изделия и, как следствие, срок эксплуатации. Когда берешь в руки такой кан, сразу чувствуется качество. Ничего не скрипит, не люфтит, все сделано отлично. Если вам выпадала честь дежурить в походе, и вы знаете, каково это – отмывать холодной водой групповой котел, то новую бесшовную конструкцию в совокупности с ручной полировкой вы точно оцените. Еда не застревает в швах, а остатки пищи весьма легко удаляются с поверхности. Все это хоть чуть-чуть, но упрощает нам быть в лагере, что очень важно. Но, конечно же, большинство новых плюсов котла упрощают жизнь только для человека, который стоит у плиты или костра, то есть для повара. Во-первых, нержавеющая сталь имеет отличную теплопроводимость и равномерный нагрев поверхности. Это позволяет вам не только варить в котле что-либо, но также тушить и припускать. Припускание – это такой способ тепловой обработки, при котором вы варите продукты в маленьком количестве жидкости, либо в собственном соку, например, при готовке соусов или овощей. Марка стали SS304 – это высококачественная сталь, которую используют в пищевой промышленности. Именно этот состав сплава максимально устойчив к коррозии и хорошо показал себя в агрессивных и влажных условиях эксплуатации. То есть, сколько бы ухи вы не сварили и как бы сильно не терли его песком, этот походный товарищ будет с вами надолго. Во-вторых, продуманная геометрия ручки как на самом Кане, так и на крышке. Можно снимать крышку, не снимая Кан с костра или горелки. Ручка крепкая, впаяна в конструкцию и точно не перетрется к концу сезона, как это бывает у Канов с тросиковыми ручками. Такая простота добавляет плюсик в карму создателям. Также рукоять имеет изгиб для подвеса. Вдобавок, этот изгиб делает удобный момент съемок от Лас-Огня и обратную его туда постановку. В-третьих, это функциональная рукоять на крышке, которая в умеющих руках может быть неплохой сковородкой, а в неумелых, как минимум, удобной миской для еды. На знакомых рынку моделях Канов уже пытались реализовать эту функцию, но было сделано это крайне неудобно. Во-первых, крышку очень тяжело снять. Во-вторых, тоненькие ручки постоянно складывались, гнулись и плохо закрывались. Да и бортик крышки был около полтора сантиметра. На новых бесшовных Канах эту идею реализовали гораздо лучше. Усиленное крепление ручки плюс фиксаторы, самое главное, высокие бортики. Можно приготовить зажарку для супа, пока в основном котле варится бульон, или приготовить соус к пасте, пока варятся макарошки. В общем, это значительно упрощает готовку и одновременно позволяет еще больше раскрыть ваши кулинарные таланты. А крышка не имеет шанса свалиться в Кан. Вы знаете, как это бывает? Четвертое. Это приятные мелочи, которые добавляют очков этому Кану и делают его использование более комфортным. Внутри котелка есть мерная шкала, благодаря которой вы можете более точно следовать рецептуре блюд или правильно рассчитать количество порций. Также хочу отметить удобную форму котелка. Его овал встает на место, как говорится, в любом рюкзаке практически в любом положении. А чехол, который идет в комплекте, защитит ваше снаряжение от нагара или грязи, если вдруг вы использовали Кан на костре. Вроде мелочи, а сколько комфорт они нам добавляют, только представьте. Если вы также любите готовить в походах на природе, как я, на рыбалке или просто по выходным выезжая на природу, то рекомендую вам присмотреться к этой модели. Если не любите готовить, но приходится это делать, то делать это на хорошей посуде гораздо легче. Для малых и средних туристических групп тоже неплохой вариант. Чтобы выяснить, какой объем и насколько человек нужен, то просто поделите объем котелка на 0,5. Это хорошая большая порция для взрослого человека. Разнообразие витража позволяет вам подобрать нужный котелок под вашей задачей количество гостей у походного стола. А также можно взять с собой сразу два или даже три котелка. Они отлично вмещаются друг в друга, чтобы пока вы, например, готовили первое блюдо, во втором котле у вас горелась вода для чая или варились макароны. Это очень удобный момент для больших групп и тех, кто ходит, как говорится, от рассвета и до заката. И тратить много времени на ужин уже нет сил. Если вам было интересно и полезно, ставьте лайк. Если хотите видеть больше обзоров на снарягу от сплава, то подписывайтесь и ставьте колокольчик. Всем пока!